Пушкинские мотивы и классические мелодии. В Новосибирской филармонии сегодня симфоническая сказка Руслан и Людмила. В мегаполис приехали столичные музыканты и актеры. Екатерина Стывко сейчас на премьере и готова поделиться впечатлениями. Катя, здравствуй, тебе слово. Здравствуйте, коллеги. Сегодня в зале имени Катца выступают Московский симфонический оркестр под руководством дирижера Ивана Грудина и Дарья Мороз, актриса театра и кино. Чтобы проникнуться атмосферой симфосказки, предлагаю прослушать фрагмент. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Поэма Александра Пушкина «Руслан и Людмила» знакома каждому со школьной скамьи. Кот-ученый, русалка, сидящая на ветвях, черномор. Все эти образы знакомы нам из книжек, мультиков и кино. Сегодня образы оживляет Дарья Мороз. Одна играет всех. Главное в «Руслане Людмиле» все-таки для меня это Пушкин. И какие бы ни были герои, устами которых я вещаю и транслирую это в зал, все равно вот это вот авторское, как бы авторское видение Александра Сергеевича, оно для меня, наверное, главное. Вот понимаете, это знак. Понять произведение глубже помогает музыка. Московский симфонический оркестр исполняет мелодии не только из оперы «Руслан и Людмила» Глинки, но также и произведения Чайковского, Вивальди и Лядова. Что означает симфоническая сказка? Это значит синтез слова и музыки, где музыка не является фоном, а слово не является тоже какой-то такой искусственной связующей нитью. Это два существа, которые идут вместе, дополняя друг друга. Симфоническая сказка в рамках Транссибирского арт-фестиваля. В этом году акцент на кросс-жанровость, говорят организаторы. Новосибирские зрители уже успели оценить спектакль-концерт «Гамлет», где текст читал актер Евгений Миронов, а также насладиться джазом и этническими мелодиями – индийскими, монгольскими и бурятскими. Юбилейный 10-й Транссибирский арт-фестиваль уже подходит к концу. Последний концерт пройдет 6 апреля. Коллеги? Спасибо, Екатерина. Моя коллега рассказала о премьере симфонической сказки Руслан и Людмила.